Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» Метеопрогноз «Облачная кухня» Здравствуйте! С информацией о капризах погоды на телеканале «Магия кухни» ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Галина Подгорная. По традиции в конце выпуска я расскажу вам полезных свойствах продукта. Сегодня это будет огурец, но сначала о погоде на субботу 13 июля. В Прибрежном Актауне большая облачность. В светлое время суток ожидается 31-33 градуса тепла, ночью от 28 до 30 градусов выше нуля. На западе Казахстана в Актабе синоптики прогнозируют солнечный день. Днем плюс 32-34 градуса, ночью 18-20 градусов тепла. На берегу реки Урал в городе Атырау ясно. Днем 34-36 градусов тепла, ночью плюс 26-28 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Небо над Байконуром обещает быть малооблачным. Температура воздуха днем плюс 36-38 градусов, ночью плюс 25-27 градусов. В Балхаже, по прогнозам синоптиков, будет солнечный день. Днем столбики термометров покажут 31-33 градуса выше нуля, ночью плюс 24-26 градусов. В предгорьях Улыта уже сказка не облачная, небольшой дождь. Днем термометры покажут 31-33 градуса тепла, в темное время суток 24-26 градусов выше нуля. В шахтерской столице Караганде будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит 30-32 градуса тепла, ночью плюс 17-19 градусов. На севере Казахстана в Кукшетау день будет пасмурным, ожидается небольшой дождь. Выходя из дома, не забудьте захватить с собой зонтик. В светлое время суток 26-28 градусов тепла, ночью плюс 22-24 градуса. Небо над Кустанаем затянут тучи, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха 29-31 градус тепла, ночью столбики термометров опустятся до 17-19 градусов со знаком плюс. В Казаларде по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит плюс 38-40 градусов, ночью плюс 27-29 градусов. Жители Павлодара, 13 июля, лето порадует солнечной погодой. В светлое время суток воздух прогреется от 32-34 градусов тепла. В темное время суток 19-21 градус тепла. На севере страны Петропавловске небо затянут тучи, небольшой дождь. В светлое время суток 23-25 градусов тепла, ночью плюс 21-23 градусов. Рядом с северной границей страны в Семее облачно. Днем показатели термометра поднимутся до 30-32 градусов, ночью плюс 19-21 градус. В Телдекургане 13 июля день будет солнечным, ясным. Днем температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В темное время суток плюс 19-21 градус. По прогнозам синоптиков в Таразе солнечно. Днем 33-35 градусов выше нуля, ночью 19-21 градус тепла. В Тимиртау малооблачно с прояснениями. Температура воздуха в светлое время суток 29-31 градус выше нуля. Ночью температура воздуха опустится до плюс 17-19 градусов. В Туркестане по прогнозам синоптиков день обещает без жарки. Небо будет ясное. Днем 38-40 градусов тепла. Ночью столбики термометра опустят с 26-28 градусов выше нуля. В Уральске день обещает быть ясным. Днем 30-32 градуса тепла. В темное время суток плюс 18-20 градусов. На востоке страны Выско-Миногорске синоптики прогнозируют переменную облачность. Небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 27-29 градусов со знаком плюс. Ночью 18-20 градусов выше нуля. Небо над Шимкентом будет ясным. В светлое время суток термометры покажут плюс 38-40 градусов. Ночью плюс 23-25 градусов. В Акибасузе богатым полезными ископаемыми переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 33-35 градусов выше нуля. Ночью плюс 18-20 градусов. В Южной столице Алматы день будет солнечным. Днем 34-36 градусов тепла. В темное время суток плюс 24-26 градусов. Прекрасный день для отдыха с родными и близкими на природе. В столице Республики Нур-Султани день будет пасмурным без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 29-31 градус. Ночью плюс 21-22 градусов. Несмотря на любую погоду в летние дни, заботитесь о себе и своем здоровье. Особенно в этот период старайтесь добавлять в рацион питания только полезные продукты, например, огурец. А вы знали, что о полезных свойствах огурцов говорил дебнегреческий лекарь Гиппократ? Царица, которая на протяжении нескольких столетий считается одной из красивейших женщин в мире, утверждала, что своей красотой обязана огурцам. Клеопатра употребляла их в пищу почти ежедневно. Христофор Колумб в путешествиях включал в рацион питания моряков свежие соленые огурцы для профилактики цинги. Свежие огурцы полезны страдающим заболеваниям сердечно-сосудистой системы печени, почек, ожирения и при подагре. Они улучшают аппетит, обладают мочегонным, желчегонным, слабительным действием. Не забывайте включать этот полезный овощ в рацион питания и будьте здоровы! Прогноз погоды провела для вас я, Галина Подгорная. Будьте здоровы и счастливы при любой погоде! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» Метеопрогноз «Облачная кухня»